Добрый день! Здравствуйте! В эфире КФУ Лайф. Я его ведущая Екатерина Торопова. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании КФУ. И сейчас на очереди юридический факультет. На ваши вопросы ответят замдеканы по образовательной деятельности Хабибуллин Наиль Эрикович. Здравствуйте! Здравствуйте! И секретарь приемной комиссии Авдонина Юлия Николаевна. Здравствуйте! Давайте начнем нашу беседу с вступительного слова. Ну, хотелось бы поприветствовать всех наших абитуриентов, в ближайшем будущем, возможно, наших первокурсников. Пожелать им удачи, вот уже буквально через пару недель начнутся один из самых сложных этапов в их жизни. На сегодняшний день это сдача ЕГЭ. Хотелось бы, чтобы вы с максимально высокими баллами завершили вот этот свой жизненный этап и перешли в следующий, то есть уже начали бы получать высшее образование. Ну, а то, что касается юридического факультета, у нас на факультете осуществляется подготовка по всем направлениям, которые на сегодняшний день есть в нашей стране. Это и бакалавриат, и магистратура, и специалитет, и аспирантура. Ну, вот тема сегодняшней нашей встречи — это бакалавриат и специалитет. И на юридическом факультете осуществляется подготовка по бакалавриату направлению 40.03.01 юриспруденция. Ну, это классическая юриспруденция, как мы ее называем. Также у нас есть два педагогических бакалавриата. Первое — это педагогическое образование с двумя профилями общества знания и иностранный английский язык. А также второе направление — это профессиональное обучение по отраслям, проведение и правоохранительная деятельность. Профиль называется. Также у нас есть специалитет, который мы относительно недавно, вот пять лет назад, открыли после появления стандарта. Судебная и прокурорская деятельность 40.05.01, ой, 0.04, извините. Ну, и по магистратуре также есть направление, то есть продолжение бакалавриата — это тоже юриспруденция. На бакалавриате юриспруденция обучение осуществляется на протяжении четырех лет, на специалитете — на протяжении пяти лет. Это на очных формах. Однако есть еще и вечерняя форма, ну, очно-заочная форма на бакалавриате — там обучение осуществляется на протяжении пяти лет. И на специалитете есть заочная форма — там обучение осуществляется на протяжении шести лет. По педагогическим направлениям есть только очные направления, ну и, соответственно, профобучение по отраслям — четыре года, педагогическое образование, так как там два профиля, соответственно, пять лет осуществляется обучение. Обучение может быть как на бюджетной основе, так и на контрактной основе. Упреждая все вопросы относительно контрольных цифр приема, количество бюджетных мест, сразу скажу, что на бакалавриате юриспруденции 78 бюджетных мест, на вечерней, очень заочной форме обучения 25 бюджетных мест, на специалитете очном 18 бюджетных мест, на заочном 21 бюджетное место, а на педагогических направлениях по 25 мест каждого. Это я говорил о бюджетных местах. Но помимо бюджетных, также еще и есть контрактные места. Давайте поговорим как раз о стоимости обучения на контрактных местах. На данный момент приказа ректора еще нет об утверждении стоимости обучения на 23-24 учебный год. Мы можем ориентироваться только по цифрам предыдущих годов. В частности, например, в том году у нас на бакалавриате юриспруденция стоила 183 тысячи 480 рублей примерно, то есть 185 тысяч, если округлять. На специалитете 170 тысяч, на педагогических направлениях по 132 тысячи, и на бакалавриате юриспруденция в вечерней форме 91 тысячи. То есть это все можно будет посмотреть? Да, на данный момент, я вам сейчас назвал цифры 22-23 учебного года. Обычно с учетом инфляции, это тысячи на 5, на 6, на 7, бывает больше. До этого, например, в связи с ковидом цены на какой-то период времени замораживались, оставались одними и теми же. Но более точные цифры, конкретные цифры, я смогу вам сказать после появления приказа ректора об утверждении, ну это будет, наверное, ближе к концу мая. Обычно в конце мая появляется уже, вот перед началом приемной кампании, это в любом случае произойдет, ну где-то вот плюс-минус 5-6 тысяч. А может ли студент, который учится на контракте, перевестись на бюджет? Ну, конечно, такая возможность есть у всех студентов. Другое дело, что необходимо понимать, что для перевода на бюджет надо, чтобы это бюджетное место было. Соответственно, вот я, например, сказал 78 у нас на бакалавриате и распруденции, надо, чтобы кто-то отчислился, либо сам, либо там за неуспеваемость, либо еще по каким-то причинам. И тогда на его место обычно студент из контрактного отделения переводится. Ну, и там есть ряд критериев для этого. Это могут быть и заслуги, связанные с учебой, с наукой, могут быть и очереди, связанные, например, с состоянием здоровья, еще какие-то причины могут быть. Но на самом деле есть локальные акты, которые строго регламентируют этот переход. И, ну, каждый год, когда появляются места, у нас практически сразу осуществляется переход студентов из контрактного отделения на бюджетное отделение. То есть они не пустуют никогда. Давайте сейчас поговорим про направление педагогическое образование. Где проходит практику студенты и где работают в дальнейшем? Ну, хотелось бы сразу отметить то, что педагогическое направление готовит, в первую очередь, учителей, педагогов. Это не юристы в чистом понимании этого слова, да, то есть по направлению 440305, педагогическое образование с двумя профилями, осуществляется подготовка учителей общества знания и английского языка. То есть у них два профиля, общества знания и английский язык. Из-за того, что два профиля, две как бы специальности, у них и на год больше обучения. Пять лет они учатся, а не четыре, как обычно. Второе направление 440304 — профессиональное обучение. Профессиональное обучение — это среднепрофессиональное образование. То есть это колледжи, техникумы, училища всевозможные. Там, соответственно, мы готовим учителей, право для вот этих учебных заведений. То есть по профилю правоведения и правоохранительного. То есть это учителя правоведения и дисциплин, связанных с правоохранительной деятельностью. То есть учителя права. Это вот что касается, с кого мы готовим. Ну и логично предположить, что педагогическую практику они, конечно же, проходят в колледжах, по второму направлению, по первому направлению, в школах, конечно же. Но помимо этого, по профессиональному обучению по отраслям, мы также наши студенты, так как все-таки готовят уже для среднего профессионального обучения учителей, мы отправляем их в том числе и в правоохранительные органы, чтобы они знали, чему они в дальнейшем будут учить школьников и студентов колледжа, технику и так далее. Но в первую очередь, конечно же, школа и училища. Работать они после этого могут учителями, а также на любых других должностях, где требуется высшее образование. Давайте сейчас поговорим про правила приема студентов после колледжа. Я думаю, на этот вопрос он мне лучше ответит. Хорошо. По правилам приема для выпускников ИСПО. Соответственно, общий срок приема документов начинается у нас 20 июня. Но так как они сдают внутренние вступительные испытания, они должны подать свои заявления до начала вступительных испытаний, то есть до 15 июля. Если же они захотят подать после 15 июля, соответственно, они уже не смогут участвовать в конкурсе ни на бюджете, ни на контракте. Вступительные испытания они сдают три. Это русский, история и правоведение, так как они являются выпускниками уже колледжа, техникумов. Они как школьники, допустим, на ЕГЭ сдают общество знания, они сдают уже профильный экзамен по правоведению. Также они участвуют в общем конкурсе на бюджет. Среди них также могут быть и льготная категория абитуриентов. Ну и также есть у нас еще целевые места, их 8. Также они могут участвовать и в конкурсе на целевые места при наличии согласованного договора на целевое обучение. Я хотел бы добавить еще относительно абитуриентов, которые будут поступать после колледжей. То, что если они получили среднепрофессиональное образование, то в дальнейшем, насколько я знаю, у них отсрочки от армии нет. То есть это тоже немаловажный фактор для молодых людей. Но они это и сами знают все. То есть они уже продолжают получать образование, соответственно, у них отсрочки нет. Давайте сейчас поговорим о научно-образовательной деятельности. Какие в вашем институте, в вашем факультете есть возможности для этого? Мы единственный факультет во всем Казанском университете, поэтому не хочу никого не бежать, но мы факультет юридический. На самом деле у нас одно из самых таких передовых студенческих научных обществ. Мы же говорим о научной деятельности, да? У нас на факультете проводится большое количество всевозможных научных мероприятий. Такие классические, традиционные, которые проводятся каждый год, это конвент студентов. Он проводится осенью, обычно где-то в октябре-ноябре месяце. Международный конвент, у нас приезжают студенты со всей России и из-за рубежа. А также у нас весной проводится итоговая научная конференция студентов, аспирантов, магистрантов. Вот это то, что касается конференций. Но помимо этого у нас практически на каждой кафедре, ну не практически, а на каждой кафедре, действуют студенческие научные кружки. Практически по всем базовым дисциплинам, которые предусмотрены стандартом, есть кружки. Причем ребята активно выступают там с докладами, участвуют в конференции. Вот я назвал две конференции, это те, которые у нас проводятся. И, соответственно, тут попроще студентам, конечно, нашим студентам участвовать в этих конференциях. Однако я знаю то, что большое количество наших студентов ездят по всей России, даже за рубежом, представляют как раз интересы Казанского университета и занимают там призовые места. То есть студенческая наука, она не стоит на месте, она развивается. То есть обычно первокурсник приходит, мы всегда рассказываем, что вот у нас есть такие и такие мероприятия, что есть кружки, и они начинают на первом курсе сначала, на какой-то кружок запишется. Ну обычно уж, конечно, на первом курсе те кружки, которые вот, тех дисциплин, которые предусмотрены на первом курсе. Хотя, например, я участвую в кружке по криминологии, это по сути дисциплины, которая на четвертом курсе идет. У нас там есть первокурсники, вот им интересно послушать. Они сначала приходят, слушают, потом втягиваются, уже сами начинают доклады готовить. Потом с этими докладами выступают. Сначала обычно на наших конференциях, потом понимают то, что уже нужно дальше двигаться, начинают участвовать в других конференциях уже за пределами Казани. Ну и в Казани тоже в других вузах проводятся научные конференции. Вот пишут статьи, публикуются. Бывают такие ситуации, когда у студентов статей бывает больше, чем, например, у аспирантов, хотя, ну, вроде как аспиранты, наоборот, должны наукой заниматься в первую очередь. Ну, то есть студенты у нас очень активны в этом плане, и наше студенческое научное общество сною юридического факультета неоднократно становилось президером в республиканских соревнованиях, и мы гран-при брали как лучшие студенческие научные общества. Поэтому в этом плане наукой всегда есть возможность заниматься в Казанском университете и, в частности, на юридическом факультете. Какие перспективы профессионального развития у студентов, которые обучаются по вашим направлениям, и где они будут работать? Ну, сейчас идет, по крайней мере, обозначилась определенная трансформация образовательной среды, то, что на высоких трибунах уже неоднократно заявлялось, что нужно отходить от баллонской системы, в какую-то свою национальную систему образования вводить. Но мы пока осуществляем обучение по тем направлениям, которые предусмотрены стандартами, это бакалавриат, потом в дальнейшем, по окончанию бакалавриата, выпускники могут продолжить обучение в магистратуре, а могут, в принципе, заняться профессиональной деятельностью. Но чаще всего они занимаются профессиональной деятельностью и совмещают свою работу с учебой магистратурой, так как она идет уже в вечернее время, осуществляется подготовка. Но на самом деле студент-бакалавриат, выпускник бакалавриата по юриспруденции, это специалист с высшим юридическим образованием. Как бы там ни говорили, это все-таки высшее образование. Специалисты, им уже в магистратуру поступать, они имеют право на поступление, но поступать туда не обязательно, потому что квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, они, по сути, приравнены к тем квалификационным требованиям, которые обладают магистры. Если говорить о перспективах трудоустройства, то это, на самом деле, все профессии, где требуется высшее юридическое образование. Профессии как на госслужбе, такие как, например, прокуратура, суд, следственный комитет, всевозможные министерства, ведомство, министерство юстиции, само собой, муниципальная служба. Везде, где есть юридические управления, везде, где есть правы какие-то управления, везде могут трудоустроиться. Ну, а помимо этого, также и в частный сектор, конечно, очень многие студенты уходят. Кто-то работает в консалтинге, кто-то уходит уже на какие-то коммерческие структуры, опять же, в юридическом управлении всевозможные, юридические отделы. Кто-то свои фирмы создает юридические. Ну, не сразу, конечно, как правило, нарабатывают определенный опыт, умения, навыки. И после этого, ну, очень многие наши выпускники, на самом деле, являются такими видными юристами, как по Республике Татарстан, так, собственно, и в Российской Федерации. Поэтому любая профессия, где требуется высшее юридическое образование, она открыта для наших выпускников. Ну, а также не все, я уже учел, что он говорит, не все студенты, закончившие юридический факультет, продолжают заниматься юридической футенцией. Кто-то уходит в бизнес, открывает свои какие-то предприятия. Кто-то еще каким-то, кто-то творчеством занимается. У нас все-таки на факультете очень развитое творческое направление. И многие, ну, не многие, но часть наших выпускников как-то продолжает. Они начинают с КВНов, с всяких студвесен, и продолжают и уходят вот в эту сферу. Вот, поэтому возможности эти устройства, ну, они практически безграничны. Давайте как раз поговорим про внеурочную, получается, деятельность студентов. Чем они занимаются помимо учебы? Вот, как вы уже сказали, есть кружки КВН, есть какие-то коллективы творческие. Вот как это происходит? Чем занимаются студенты? Ну, такая культурно-массовая жизнь юридического факультета и Казанского университета в целом, на самом деле. Нельзя сказать, что здесь только юридический факультет во главе, у глаз стоит. В целом, в Казанском университете очень большое внимание уделяется социально-воспитательной работе. И у нас огромное количество всевозможных мероприятий проводятся как общего университетского масштаба, так, собственно, и факультетского масштаба. Ну, если говорить о таких, опять же, классических, вот как вот по науке, есть конференция, здесь есть всегда студвесна, всегда есть день первокурсника. Это то, в чем всегда участвуют все наши студенты. И в этом году мы, например, первое место в своей группе заняли на студенческой весне, то есть юридический факультет здесь никогда не отстает. У нас либо первый, либо гран-при. Мы всегда стараемся как-то в лидерах держаться. Ну, день первокурсника и студвесна это уже такие традиционные. Помимо этого у нас проводится день юридического факультета. Он проводится обычно в декабре месяце, и приурочиваем его к дню юриста. Помимо этого, у нас очень активно действует студенческое самоуправление. И в рамках вот этого самоуправления у нас есть студенческий совет, в котором где-то порядка восьми всевозможных комитетов. и это социальный комитет, и профсоюзная организация, спортивный комитет, как раз массовые культурные мероприятия. В общем-то, все направления студенческой жизни вот наш студенческий совет так или иначе курирует. У нас на факультете, так же как и в университете, собственно, мы за здоровый образ жизни, и, соответственно, очень активно развивается именно спортивное направление. У нас на факультете в свое время учились многие мастера спорта, олимпийские чемпионы. Ну, тот же самый Акбарс, который совсем недавно у нас, к сожалению, занял второе место. В свое время одна из самых таких сильных пятерок Акбарса училась на юридическом факультете во главе с Алексеем Морозовым. Вообще, шутку иногда называют спортивный факультет с юридическим уклоном, потому что у нас действительно очень много большая скамья славы спортивных застижений. Вот по относительно массово-культурных мероприятий, я сказал. Но есть очень большое количество таких локальных мероприятий, которые мы проводим для уже больше для студентов юридического факультета. Например, совсем недавно мы проводили такое благотворительное мероприятие, как фото во благо. То есть у нас студенты фотографируют на профессиональную технику, красивая аудитория, во дворике главного здания, делают профессиональные фотографии. Соответственно, все участники, кто сколько может, вот этот фонд, скид, дают деньги какие-то. И потом мы, вот фонд Анжелы Вавиловой, я знаю, переводим эти денежные средства. То есть у нас наши ребята из как раз студенческого совета очень активно ведут, благотворительностью занимаются, то есть они оказывают поддержку различным слоям населения. Вот раньше был дом Роналда Макдоналд, и у нас юридический факультет активно принимал участие как раз в их мероприятиях, оказывал помощь. Вот, ну сейчас вроде как они ушли уже, но при всем при этом всегда остаются люди, которым нужна помощь, и в этом плане наши студенты, они не остаются безразличными и оказывают помощь всем нуждающимся. По возможности, конечно. Это дело исключительно добровольное, только для тех, кто хочет этим заниматься. Юлия Николаевна, давайте спросим у вас, какие бы вы дали советы абитуриентам? Что им необходимо еще знать, кроме информации, например, на сайте? Что необходимо знать абитуриентам? Ну, во-первых, им нужно определиться туда, на то направление, на которое они хотят все-таки поступать, да, и посоветовать хотелось бы им, чтобы они при подаче заявлений всегда подавали и на бюджет, и на контракт, если планируют все-таки учиться на юридическом факультете, потому что иногда абитуриенты заблуждаются и боятся подавать на контракт, дабы бояться, что их исключат из конкурса с бюджетом. Они могут не бояться, то есть они на одинаковых правах, как и все остальные абитуриенты, могут участвовать в конкурсе и на бюджет, и на контракт. Просто в этом году получается так, что сроки приема и на бюджет, и на контракт, они ограничены. То есть с 20 июня по 25 июля все абитуриенты, кто хочет в этом году поступить в КФУ, должны подать заявление. Соответственно, чтобы не было каких-то накладок и недопониманий, я вот им рекомендую настоятельно подавать сразу на все направления. И, соответственно, если они подают на бюджет бакалавриат и на контракт бакалавриат, то это будет считаться как одно заявление. Также на очную и на очно-заочную форму, так как это одно направление, это юриспруденция. Также они могут подать и на специалитет, и на очную, и на заочную форму. Это тоже будет считаться одним заявлением. Ну а дальше уж на свое усмотрение. Ну и также про индивидуальные достижения. Хотелось бы также отметить, что индивидуальные достижения учитываются. Также, как и в прошлом году, это аттестат с отличием, он дает 5 баллов. И диплом с отличием на базе ИСПО, если есть, то, соответственно, он тоже 5 баллов дает. Значок ГТО любой, то есть золотой, серебряный, бронзовый, он дает 2 балла. Ну и, соответственно, если они являются убедителями или призерами Олимпиад, также у них есть определенные свои бонусы. Либо это дополнительные баллы, либо они поступают вне конкурса уже на бюджет. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы задать такой вопрос. Какие преимущества получает абитуриент, который поступает в ваш факультет? Ну, смотря с чем сравнивать, на самом-то деле. Поступая на юридический факультет Казанского университета, вы, по сути, поступаете в один из лучших вузов, где осуществляете юридическое образование. То есть, вообще, я обычно с этого начинаю, но юридический факультет это один из старейших вообще факультетов, которые существуют в России. И Казанский университет, один из старейших. И вот вместе с появлением Казанского университета, собственно, и появился наш факультет. Мы отчитываемся с 1804 года свое существование. И за этот большой промежуток времени мы накопили просто колоссальный опыт. И это топовый вуз, топовое юридическое образование в нашей стране. Есть, конечно, и московские вузы, они тоже хорошие, спорить не будут, но наш вузер все равно лучше. Поэтому вы становитесь просто конкурентными. Заканчивая юридический факультет, у вас огромные конкурентные преимущества по сравнению с другими вузами. Спасибо большое. Напомню, что на наш вопрос отвечал замдекана по образовательной деятельности Хабибуллин Эрикович и секретарь приемной комиссии Авдонина Юлия Николаевна. Спасибо большое за беседу. Это был юридический факультет. На этом мы завершаем. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин